Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Классы и политические партии в современной России». Ведет занятие кандидат медицинских наук Денис Борисович Детерев. Пожалуйста. Вопросы в письменной форме, запись наступает тоже. Здравствуйте, товарищи! Сегодняшнее наше занятие посвящено вопросам классов и политических партий в современной России. Казалось бы, этот вопрос решен в рамках марксистской теории, которой мы все с вами придерживаемся. Классовая борьба является основой марксистской теории. Классы существуют в исторический период времени, начиная с разложения первобытно-общинного коммунизма и будут существовать вплоть до наступления полного коммунизма, до наступления бесклассового общества. Безусловно, вам всем знакомо базовое представление о классах, о том, какие классы существуют, какие классы характерны и составляют капиталистическое общество, что происходит с этими классами после завоевания пролетариатом политической власти и каким образом эти классы исчезают в ходе строительства коммунизма. Почему вопросы классовой борьбы, классов и политических партий остаются актуальными? Потому что мы живем с вами в классовом обществе, мы должны понимать структуру современного общества, мы должны использовать эти знания в своей борьбе за интересы рабочего класса, мы должны также иметь возможность, иметь достаточные знания для того, чтобы разоблачать разного рода ревизии, разного рода отступления от марксистской теории, опротонистические представления и прямо буржуазные представления, воззрения, которые буржуазия постоянно производит, постоянно продуцирует через своих идеологов, распространяет в обществе, затушевывая классовую структуру общества, затушевывая классовые противоречия, выдвигая на передний план различия, не связанные с положением людей в системе общественного производства, выдвигая на передний план различия по расовой принадлежности, по полу, по материальному достатку, по уровню образования и так далее. По самым разнообразным причинам, только бы не рассматривать вопрос положения людей в системе общественного производства и отношения их к средствам производства. Такая позиция была характерна для буржуазии далеко не всегда. В тот период, когда она боролась за завоевание политической власти, боролась с феодалами, она, наоборот, выдвинула на передний план теорию классовой борьбы. Эта теория классов была разработана буржуазией, буржуазными историками. Мы знаем это. И в тот период буржуазия являлась прогрессивным классом, она выражала интересы всего общества. Но сейчас, поскольку передовым классом является рабочий класс, а буржуазия является классом реакционным, который тянет общество назад, который тормозит его развитие, классовая теория не нужна буржуазии. Соответственно, она ее не только не использует, но и старается представить дело так, как будто это устаревшие представления, и современное общество состоит не из классов, а из страт, из слоев, из каких-то групп разрозненных. Разного рода представления предлагаются. Суть их состоит в том, чтобы размыть границы между классами, создать представление о том, что люди могут свободно переходить из одного слоя в другой, из одной страты в другую, в то время как мы знаем, что переход из одного класса в другой практически невозможен, и интересы классов противоположны, а границы их достаточно четко очерчены классовыми интересами. И, кроме того, современное общество, развиваясь в условиях буржуазной идеологии, конечно, состоит не только из двух этих крупных классов, рабочего класса и класса буржуазии, но также и из большого количества групп, слоев, которые действительно есть, которые, тем не менее, не составляют материальную основу общества, но активно участвуют в жизни общества, в том числе и в процессе материального производства. И, соответственно, также имеют свои интересы, и мы видим, что в условиях капитализма, когда все слои общества подвергаются давлению, подвергаются своего рода эксплуатации, в каждом слое общества, в каждой группе общества зреет протест против капитализма, и этот протест находит выражение в том, что каждая из этих групп заявляет себя как передовой отряд, как те, кто способен справиться с капитализмом, кто способен изменить общество в лучшую сторону и обеспечить людям справедливость и свободу. Но мы с вами знаем, что это не так, что принципиальных изменений в структуре класса общества не произошло, и что классы те же, что и были во времена Маркса. Что же такое классы? Владимир Ильич Ленин в своей работе «Великий почин» дал определение классов. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному законе, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда и, соответственно, по способу получения и по размеру той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Из этого определения мы видим, что классы складываются исторически. Классы не возникают по божественному какому-то соизволению, они развиваются определенным образом, развиваются в связи с развитием средств производства. Откуда возникает буржуазия? В манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс пишут, из крепостных средневековья вышло свободное население первых городов. Из этого сословия горожан развились первые элементы буржуазии. И дальше в манифесте дается краткое изложение того, как развивалась буржуазия, как складывались мануфактуры, как благодаря развитию мореплавания, торговли, завоевание колоний, обогащению и развитию производства, складывалась в современной буржуазии, как из владельцев мануфактуры вырастали современные промышленные буржуа, капитаны современной индустрии. Маркс пишет в манифесте, «Мы видим, что современная буржуазия сама является продуктом длительного процесса развития, ряда переворотов в способе производства и обмена». Так исторически складывалась буржуазия в мире. Но мы с вами понимаем, что современная российская буржуазия, она имеет совершенно другой характер возникновения. И об этом мы поговорим чуть позже. Откуда же берется пролетариат? Пролетариат возникает тоже не сам по себе, и его фактически создает становящаяся и развивающаяся буржуазия. Буржуазия создает тот класс, который в дальнейшем станет ее могильщиком. Для того, чтобы создать класс наемных рабочих, буржуазии необходимо было две вещи. Необходимо было сделать людей лично свободными и необходимо было лишить их средств производства. И если в выполнении первой задачи буржуазия отражала и выражала интересы всего общества, потому что освобождала не только себя, но и освобождала все общество от вассальной зависимости, от феодальной зависимости, то второе действие, то есть освобождение работников, непосредственных производителей от средств производства, конечно, осуществлялось исключительно в интересах и целях буржуазии. И в этом заключается ее реакционность. Таким образом, освободив общество от феодальных пут, буржуазия сразу же перешла к следующему этапу, к экспроприации непосредственных производителей, к лишению их средств собственности. Выполнялось это различными способами в разных странах, делалось по-разному. Например, в Англии были распространены насильственные изгоны земли, так называемые огораживания, при которых крестьяне лишались своих земельных наделов, соответственно, лишались средств производства, и им ничего не оставалось, как идти наниматься к тем, у кого эти средства производства были. Используясь и широко используясь и внеэкономические, и экономические средства принуждения, и Маркс пишет о том, что в результате разложения феодального общества появилась искусственно созданная бедность. То есть, бедность возникала, бедность производителей, которые ранее обладали средствами производства, возникла в результате того, что их собственность, их средства производства были экспроприированы буржуазией. И это первая экспроприация. Поэтому, когда говорят о том, что пролетариат хочет лишить собственности, то забывают о том, что в первую очередь буржуазия лишила людей собственности, которые они располагали собственности на средства производства. Соответственно, класс наемных рабочих развивался под влиянием буржуазии. Она вынуждена была его образовывать, вынуждена была обучать его, концентрировать на производстве. И, соответственно, косвенно способствовало его развитию. Хотя, это было не полностью в интересах буржуазии, естественно. Потому что, но другого выхода не было, потому что по мере развития средств производства требовались более образованные, более умелые работники. И, соответственно, в этом плане буржуазия выполняла прогрессивную роль. Здесь мы говорим о том, как складывался исторический пролетариат. Но мы знаем, что пролетариат в полном соответствии с марксистской теорией в России совершил пролетарскую революцию, завоевал политическую власть, установил диктатуру пролетариата, построил государство диктатуру пролетариата под руководством Коммунистической партии и осуществлял диктатуру пролетариата в интересах рабочего класса, а значит, в интересах всего общества. Какие этапы были осуществления? Ну, прежде всего, конечно, необходимо было обобществить, да, подавить сопротивление буржуазии, это неизбежно, и это было сделано. Необходимо было обобществить средства производства, это также было выполнено вначале в промышленности, а потом в ходе коллективизации и в сельском хозяйстве. И таким образом, помимо политической переворота в политике, произошел переворот и в экономике. И ведущим, а потом и единственным способом производства стал коммунистический способ производства, или непосредственно общественное производство, когда собственниками средств производства являются все члены общества, общественная собственность на средства производства существовала в двух формах, в форме общегосударственной собственности и в форме колхозно-кооперативной собственности. Но в том и в другом случае это была общественная собственность. Общественная собственность, благодаря наличию общественной собственности, удалось повысить производительность труда, создать невиданные раньше производительные силы и в достаточно сжатые сроки превратить Россию из аграрной страны в развитую индустриальную страну. Непосредственно общественный характер производства доказал свои преимущества и в годы Великой Отечественной войны, позволив советскому народу одержать победу в жесточайшей схватке с немецко-фашистской Германией, которая, по сути дела, воплощала в себе самую, скажем так, мощно развитую индустриальную и финансовую часть капитала Европы и доказал преимущество перед капиталистическим, тем самым было доказано преимущество перед капиталистическим способом производства. Но дальше, как мы знаем, в результате ренегатства верхушки коммунистической партии произошла контрреволюция. Произошел вначале политический переворот, а потом и переворот в социальной жизни, переворот в экономике. Каким образом это было осуществлено и каким образом это стало возможно? Ведь в Советском Союзе существовал социалистический и государственный строй. Государственный строй. Как можно было изменить этот строй изнутри, без внешнего воздействия, без, казалось бы, наличия, наличного бытия класса капиталистов? Каким образом, изменяя государственный строй, можно было прийти к капитализму? И почему длительное время результаты этого буржуазного контрреволюционного переворота оставались незаметны для общества? Для этого мы должны обратиться к теории, должны обратиться к тем работам, которые есть у Маркса. И одна из таких важных работ – это работа критики гегельской философии права, где Маркс анализирует и полемизирует эту работу гегеля, полемизирует с ним и выдвигает ряд важных положений, которые актуальны сейчас и понимание которых, может быть, полное понимание приходит тогда, когда мы видим результаты обратного процесса. Потому что Маркс писал о революциях, он писал конкретно о буржуазной революции, но, говоря о революции буржуазной, тогда еще не произошла социалистическая революция и, соответственно, буржуазная контрреволюция, так же была только возможностью. В этой работе Маркс пишет о том, что утопической мечтой для Германии является не радикальная революция, не общая человеческая эмансипация, а скорее частичная, только политическая революция. Революция, оставляющая нетронутыми самые устои здания. На том, что часть гражданского общества эмансипирует себя и достигает всеобщего господства. На том, что определенный класс, исходя из своего особого положения, предпринимает эмансипацию всего общества. Этот класс освобождает все общество, но лишь в том случае, если предположить, что все общество находится в положении этого класса, то есть обладает, например, деньгами и образованием, или может по желанию обрести их. Соответственно, если может быть частичная, только политическая революция, значит, может иметь место и частичная политическая контрреволюция. И эта частичная политическая контрреволюция заключается в том, что определенный класс восстанавливает себя, восстанавливает свое господство, свое господствующее положение в обществе, он выделяет себя из остального общества и дальше начинает действовать в своих интересах, уже опираясь на свое государство. При этом политический строй, государственный строй, какое-то время может оставаться тем же самым. Потому что государственный строй возникает в результате борьбы, в результате победы определенного класса. Мы знаем, что социалистический строй образовался в результате победы пролетариата. И уже потом эта победа была закреплена в законах, была закреплена в Конституции. Как можно было изменить строй, каким образом нужно было действовать и каким образом действовал вновь сформировавшийся класс буржуазии, совокупный буржуа, для того, чтобы изменить строй. Действовал он через изменения законодательства, через изменения законов. И Маркс пишет об этом. Каким образом может это происходить? Происходит это следующим образом. Государственный строй есть предпосылка законодательной власти, приводит он слова Гегеля. Поскольку он сам по себе лежит вне области ее непосредственного определения. Но в усовершенствовании законов и в поступательном движении, присущем всеобщим правительственным делам, государственный строй получает свое дальнейшее развитие. Это нормальное течение вещей, когда государственный строй развивает сам себя, изменяя законы таким образом, чтобы максимально соответствовать цели. Но если мы знаем, что сущность государства изменилась, государственный строй также должен быть изменен. И Маркс пишет о том, как это может быть сделано. Это следовательно значит, непосредственно государственный строй лежит вне области законодательной власти. Но косвенно законодательная власть изменяет государственный строй. Она окольными путями достигает того, чего она не может и не вправе достигнуть прямым путем. Она рвет государственный строй по отдельным частицам, так как не может изменить его в целом. Силу природы вещей отношения она делает то, чего по смыслу государственного строя не должна была бы делать. Она делает материально фактически то, чего не делает формально, в форме закона, сообразно Конституции. И мы знаем, каким образом был изменен государственный строй. Вначале перестройка, внедрение законов о кооперативном движении, затем внесение изменения в Конституцию, которая вводила многопартийность, вводила разнообразные формы собственности, фактически возвращала частную собственность. Потом принятие закона СССР о собственности в СССР, который прямо уже разрешал собственность акционерных обществ, а иностранным компаниям разрешал фактически частную собственность на территории Российской Федерации. Но о чем это говорит? Не может закон идти раньше власти. Соответственно, для того, чтобы провести такие законы, бурразия должна была уже обладать государственной властью. И она и обладала. И этими законами она устанавливала соответствие между фактически, так сказать, порядком вещей и законодательством. А дальше мы знаем, что произошло, что единую общественную собственность на средства производства разорвали, на части раздали. И делалось это намеренно для того, чтобы уничтожить возможность восстановления общественной собственности, а значит и того строя, который основывается на общественной собственности. То есть, социализма, как первая фаза коммунизма. Вот таким образом это было сделано. То есть, класс фуржуа современной России вначале сформировался как политический класс, а потом совершив социальную революцию, совершив переворот в экономике. И экспроприировав то, что принадлежало всем гражданам Советского Союза, проведя экспроприацию, то есть, лишив фактически всех принадлежавшей собственности, сформировал себя уже как нынешний ставший класс буржуазии. И из характера этого процесса мы понимаем, каким образом был сформирован современный российский класс наемных рабочих. Он сформировался в результате разложения социалистического общества, которое было сделано намеренно, но не являлось чем-то естественным, не являлось следствием естественного хода истории, не являлось следствием неправильности, не являлось следствием того, что был в 1917 году избран неправильный путь. Это было действие класса буржуазии, который возрождал сам себя в недрах Советского Союза, в недрах социализма. Понятно, что для того, чтобы осуществить эту задачу, он должен был действовать как класс-гегемон, он должен был действовать, обладая властью, и эта власть у него была. То есть, мы понимаем, что после того, как в России была осуществлена в 1961 году политическая контрреволюция, дальше уже, конечно, говорить о том, что сохранялась диктатура пролетариата, которая принимала потом все эти законы, направленные на восстановление частной собственности, конечно, говорить не приходится. И так же, как Маркс в свое время писал, что в результате разложения феодального общества возникла искусственная бедность, эта же искусственная бедность возникла и на просторах Советского Союза. И эта бедность, в которой сейчас находится большинство граждан, как в России, так и на бывшем советском пространстве, бывших советских республиках, эта бедность не является следствием того, что капитализм какой-то неправильный или злая воля отдельных лиц в верхушке, это является прямым следствием и основой капитализма в нашей стране. Так как это было в свое время в результате разложения феодального общества, класс собственников нуждается в наемных работниках, эти наемные работники, для того, чтобы заставить их трудиться и создавать прибавочную стоимость, создавать богатство, они должны быть бедны. Поэтому мы бедны. Поэтому никакого, так сказать, улучшения при капиталистическом строе ожидать нам не приходится. Да, есть капиталистические страны, рабочий класс которых живет, так сказать, лучше значительно, чем российский рабочий класс, но достигается это, как вы понимаете, эксплуатацией и выкачиванием ресурсов со всего остального мира, в том числе и из России. Рабочий класс в Европе, скажем так, в индустриальных странах Европы, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, живет в том числе лучше нас, потому что мы живем хуже. И российский рабочий класс живет хуже. Потому что значительная часть прибавочной стоимости, которая создается трудом наших рабочих, она перекачивается туда, откуда приходит капитал. Маркс пишет в «Капитале» о том, что капитал всегда возвращается к месту своего возникновения, к той точке, из которой он выходит. Если инвестиции, так называемые, на самом деле вывоз капитала выходит из империалистической страны, то туда же возвращается, так сказать, та прибавочная стоимость, он туда же возвращается, только возвращается уже обогащенной той прибавочной стоимостью, которая была выкачана из труда, в том числе и рабочих России. В том числе и труда рабочих России. Таким образом, в современной России мы видим два крупных класса. Это класс собственников на средства производства и класс наемных рабочих. Оба эти класса образовались в результате разложения социалистического общества, в результате разрушения системы непосредственно общественного производства и перехода к капиталистическому способу производства. Есть еще третий класс. Как вы помните, класс мелкой буржуазии – это тот класс, из которого вышла буржуазия, это тот класс, который должна была в теории уничтожить буржуазия, но она его не только уничтожила, но, по сути дела, она его возродила. И, конечно, класс мелкой буржуазии уже даже во времена Маркса – это был не тот класс мелкой буржуазии, из которого вышла непосредственно буржуазия, это был тот класс, который был воссоздан буржуазией. Это, прежде всего, источник пополнения пролетариата, с одной стороны. С другой стороны, в значительно меньшей степени, это такой инкубатор для крупной буржуазии, хотя в последнее время это практически невозможно. Но самое главное, что это среда, которая также подвергается эксплуатации со стороны крупной буржуазии, и которая, используя его как источник пролетариата, с одной стороны, с другой стороны, никогда не упускает возможности экспроприировать средства производства мелкой буржуазии, если они начинают немножко подрастать и хоть какой-то интерес представляют для крупной буржуазии. Соответственно, мелкая буржуазия занимает промежуточное положение. Это мелкие собственники средств производства, которые зарабатывают на жизнь своим собственным трудом. Они занимают промежуточное положение между буржуазией и пролетариатом, между наемными работниками. С одной стороны, они сами трудятся, с другой стороны, они обладают средствами производства и потенциально могут стать буржуа. Соответственно, этот класс, не занимая промежуточное положение, он и не вырабатывает собственные идеологии, в отличие от наемных рабочих и в буржуазии. И его идеология представляет собой своеобразную кашу, смесь из разнообразных воззрений, включающих в себя и отдельные элементы коммунистического воззрения, и большую часть, конечно, идеологии капиталистической. И говоря об идеологии, мы не можем не говорить о политических партиях. Политические партии – это второй аспект, который я должен рассмотреть в сегодняшней лекции. Когда мы говорим о политической партии, то всегда вспоминаем короткое определение партии. Партия – это авангард класса. То есть партия – это понятие, неразрывно связанное с классом. Это наиболее активная часть класса, которая борется за интересы класса. Или, по крайней мере, значительные части этого класса. И вот когда мы говорим о классе наемных рабочих, когда мы говорим о пролетариате, то здесь понятие авангарда полностью соответствует тому, что мы видим в отношении коммунистической партии. Коммунистическая партия действительно является авангардным классом, наиболее его передовым отрядом, который ведет за собой класс в борьбе против эксплуататоров за усыновление политической власти и за отмену эксплуатации. Вплоть до полного коммунизма. Когда мы смотрим на буржуазные партии, особенно на буржуазные партии современной России, а, так сказать, в официальном политическом поле присутствуют только буржуазные партии, и здесь возникает некоторое несоответствие. А, собственно говоря, если партия – это авангард, почему же в буржуазии столько авангардов? Неужели каждый из этих партий, начиная от трех думских партий и заканчивая самыми разнообразными партиями, которые даже не выходят на выборы, потому что малочисленные, так сказать, не могут иметь соответствующее представительство по закону о политических партиях, неужели это все авангард, который тянет каждый в свою сторону, и как же может двигаться класс, как же он может осуществлять свои интересы, когда у него вместо авангарда вот такое вот сборище разношерстных организаций, которые каждая преследует свои интересы. С одной стороны, понятно, потому что в классе буржуазии товарищей нет, как говорится. Каждый из представителей буржуазного класса буржуазии, он преследует свои собственные интересы. У них есть общий интерес – это эксплуатация наемных рабочих, это выкачивание как можно больше прибыли, и в этом они порой достигают между собой соглашения, действуют сообща, организуют собственное государство для того, чтобы полнее осуществлять эксплуатацию и гарантировать свою собственность на средства производства. Но, тем не менее, каждый из них тянет одеяло на себя, каждый из них хочет урвать больше прибыли, соответственно, возникают группы, группки, организации, партии, которые выражают и защищают интересы определенной группы внутри буржуазии, определенного слоя. И это характерно для развитой буржуазной демократии. В то же время мы видим, что большинство членов этих партий буржуазных и думских, они, в общем-то, сами по себе не являются буржуа. То есть, они люди, которые пригласили отстаивать, даже не то, чтобы отстаивать, а представлять интересы буржуазии в парламенте, чаще всего просто голосовать за то, что предлагает в качестве законопроектов исполнительная власть. И вот здесь мы подходим к тому, что, собственно говоря, что на самом деле из себя представляет настоящая партия буржуазии. Что представляет из себя настоящий авангард класса буржуазии. И опять-таки, ответ на этот вопрос мы можем найти в работе Маркса «Критики геглевской философии права». Гегель в своей работе пишет о том, что правительство не является партией, которой противостоит другая партия. А Маркс возражает, ему и говорит, что дело обстоит как раз наоборот. Что именно правительство и является той самой партией, которая представляет интересы буржуазии. И если мы посмотрим, мы увидим, что наиболее последовательно, наиболее явно и имея наибольшие ресурсы, интересы буржуазии, отстаивает действительно российское правительство. Которое и составляет из себя партию, да, представляет из себя настоящую буржуазную партию. Которой противостоит другая партия. Какая партия противостоит ей? Противостоит ей партия буржуазии, которая пока не находится у власти. То есть, та часть буржуазии, которая не допущена к государственным ресурсам, а значит, лишается значительных прибылей, которая лишается возможности вести дело капиталистического хозяйства так, как это было бы им выгодно, они составляют партию противоположную. И мы видим, что в нашей политической жизни, которая вроде как такая довольно скучная, если судить по выборам, на самом деле происходит борьба этих двух партий. И вот эта вторая партия, она не оформлена в виде какой-то организации определенной, но тем не менее, мы все прекрасно знаем, что за люди туда входят, и что они делают для того, чтобы занять место российского правительства. Но это не действительная оппозиция, потому что на самом деле ни партия, которая находится у власти, ни партия, которая ей противостоит, они не выражают интересов всего общества. Поэтому противостоять буржуазной партии должна не вторая, не другая буржуазная партия, а должна ей противостоять партия рабочего класса. Партия рабочего класса, которая стоит на позициях марксизма-ленинизма, или, правильнее сказать, ленинизма, потому что ленинизм – это и есть современный марксизм. Это партия, которая опирается на рабочий класс, это партия, которая опирается на партийные организации, на предприятиях. Это партия, которая не только идеологически, так сказать, и действует в идеологическом поле, это партия, которая непосредственно организует рабочее движение. И такая партия в России есть, вернее сказать, есть, наверное, неправильно, эта партия в России находится в становлении. Мы видим проявление становления в самых разнообразных сферах. В самых разнообразных сферах. Эта партия еще не сформировалась. Но, тем не менее, развитие партии рабочего класса, оно неразрывно связано с развитием рабочего движения. Стимулирует, собственно говоря, и вызывает ответное движение в рабочем классе, и, конечно, вызывает действия самой буржуазии. И мы видим, что буржуазный гнет на трудящихся, на рабочих усиливается. мы видим, что сейчас, несмотря на то, что нет официальных забастовок, но, тем не менее, происходят забастовки неофициальные, происходят митинги, происходят определенные, так сказать, выступления, которые говорят о том, что вот это рабочее движение, оно находится на ранней стадии. На ранней стадии. Потому что класс, еще рабочий класс, современный рабочий класс России, он не осознал себя как класс, не осознал полностью свои классовые интересы. он борется. И, конечно, коммунисты, люди, которые обладают знанием теории, знают, как происходила борьба, что нужно делать для того, чтобы победить класс буржуевии, должны всячески помогать. И помогать не только теоретически, но и непосредственно работая в трудовых коллективах, помогая организовать борьбу, потому что борьба рабочего класса, она ведется в первую очередь за экономические интересы, она начинается с экономических интересов, она продолжается через завоевание политической власти за осуществление экономических интересов рабочего класса и будет продолжаться до тех пор, пока рабочий класс не растворится в обществе, пока все общество не потеряет классовый характер, то есть исчезнут не только антагонистические классы, но и классы, но и классовые различия вообще. Это дело очень долгое, это дело конечно уже победившего пролетариата, но сейчас перед нами стоит задача сплотить рабочий класс, создать мощную партию рабочего класса для того, чтобы рабочий класс мог завоевать политическое господство, восстановить общественную собственность на средства производства и дальше развивая, повышая производительность труда, добиваясь уменьшения рабочего времени и увеличения времени свободного, а также введя всеобщее всеобщее участие в производительном труде, добился полного благосостояния и свободного всестороннего развития, всех членов общества. Благодарю за внимание. Спасибо, но еще не окончание, вот вопроса. Так, вы сами прочитаете? Да, конечно. Считаете ли вы, что рабочий класс Советского Союза был побежден в буржуазии того, что переродился сам, перестав быть пролетариатом? Я считаю, что рабочий класс был побежден буржуазии в результате предательства верхушки коммунистической партии, в результате отхода от основополагающих положений марксизма, отказа от диктатуры пролетариата, к сожалению, это оставалось долгое время нераспознанным рабочим классом. Как это? А я могу объяснить. Я и прошу объяснить. Да, вот я объясняю. Нет, у вас вопрос-то по-другому. У меня вопрос поставлен. Подождите, вы сможете выступить. Значит, в результате завоевания политической власти и обобщисления средств производства в политэкономическом смысле рабочий класс перестает быть пролетариатом, потому что становится собственником средств производства. Я работаю. Да, это действительно так. Но эта собственность не носит частный характер. Соответственно, не происходит изменения природы самого рабочего класса. Рабочий класс, как он трудился в материальном производстве до социалистической революции, при капитализме, так он и продолжает трудиться. И даже обобществление собственности, оно кардинально не меняет на начальном этапе условия его труда прежде всего. Условия труда и ту долю прежде всего в свободном времени общества, которым он располагает. Для того, чтобы рабочий класс полностью освободился, необходимо кардинальное изменение условий труда, для того, чтобы эти условия труда не отличались от тех, кто трудится вне сферы материального производства. И он должен располагать свободным временем в той же степени, что и те, кто трудится, те члены общества, которые трудятся вне материальной сфере. это не перерождение, это изменение условий, это растворение рабочего класса в обществе. Но мы видим, что на самом деле этот процесс не шел, и тому были объективные причины. причины этому были, во-первых, это сопротивление буржуазии, которое надо было преодолевать. Дальше это угроза внешняя, которая порождала необходимость ускоренной индустриализации и сохранения длительности рабочего дня и так далее. И упорного труда, скажем так. Далее агрессия, война со стороны фашистской Германии и в дальнейшем результаты этой войны разрушения значительной части хозяйства, что тоже не позволило перейти к сокращению рабочего времени и перейти к значительному улучшению условий труда. То есть процесс растворения рабочего класса не шел, а после 61-го года в обществе не происходил, а после 61-го года пошел как раз обратный процесс. И труд после политической контрреволюции он все более и более приобретал характер наемного труда. поэтому он не строго говоря не уже после 61-го года фактически опять рабочий класс стал становиться паралитариатом. паралитариатом. Побежден он был в результате прежде всего того, что авангард класса, которому класс доверял, ему изменил и повел его в обратную сторону. Это не единственный пример в истории. Мы знаем, что измена социал-демократов Германии она привела немецкий рабочий класс к тому, что он поддержал фашизм и в рядах захватчиков пошел против первого в мире социалистического государства. при этом наверное вы не будете отрицать, что немецкий рабочий класс он не перестал быть паралитариатом, потому что собственно говоря никаких средств производства у него не было. Но тем не менее он сражался за интересы буржуазии. Такое происходит. Следующий вопрос. Четыре. Четыре. Вопрос. Так. Можно ли назвать существующую Российской Федерации в настоящее время стадию капитализма как империализм? Почему? Империализм это не стадия развития капитализма в определенной стране. Это стадия развития капитализма в целом в мире. Мы живем в эпоху империализма и пролетарских революций. Сто лет уже. И пролетарских революций. Поэтому конечно в Российской Федерации как и во всем мире империализм. Другое дело какое место в империалистической так сказать в структуре империализма занимает Россия. В КПК Китая двери широко открыты для миллиардеров. Но в программе записано что борются за диктатуру пролетариата. Как вы считаете они ближе к построению коммунизма чем СССР 1970 года? 70 года? 70 годов. Нет они дальше от построения коммунизма потому что там нет единой общественной собственности там есть частная собственность причем эта частная собственность разделена между собственниками поэтому они находятся в переходном периоде и поэтому они дальше собственно говоря от находится дальше чем СССР в 1970 годах. Другое дело что СССР 1970 года он находился дальше от построения коммунизма чем СССР середины 30-х годов. Несмотря на то что производительность труда значительно выросла к этому времени чем органы власти диктатуры пролетариата отличаются от органов власти диктатуры буржуазии дело в том что форма государства она может быть сходной да и формой буржуазной демократии является республика и формой пролетарской демократии является республика советского типа и там и там республика но мы знаем что суть сущность сущность власти совершенно другая то что касается организационного строения то она может быть разное мы знаем что на протяжении истории СССР по-разному была устроена скажем так организационная государственная власть в зависимости от тех или иных исторических обстоятельств и представлений которые имели на тот момент руководители советского государства отличие коренное в том что диктатура пролетариата осуществляется в интересах рабочего класса а диктатура органы диктатуры органы власти буржуазные осуществляют диктатуру буржуазии в интересах класса капиталистов какие изменения в органах госвласти произошли в СССР после 1961 года ну это достаточно обширный вопрос который требует еще дополнительного изучения и дополнительного рассмотрения конечно проследить всю цепочку изменений а тем более в рамках ответа на вопросы просто невозможно но надо понимать что изменения такого рода они не могли быть сделаны одномоментно то есть не мог напрямую вот этот совокупный буржуа этот возрожденный класс буржуазии он не мог одномоментно изменить государственный строй поэтому он постепенно потихонечку так сказать действуя на общественное сознание в первую очередь внедряя мелкобуржуазную идеологию внедряя элементы экономики буржуазные в систему и посредственно общественного производства он готовил почву для того чтобы в дальнейшем внести изменения в том числе и в законодательство внести в том числе и ввести опять институт частной собственности и тем самым закрепить свои завоевания класс буржуазии как сформировался при советской власти и социалистической собственности для осуществления для осуществления контрреволюции ну собственно говоря моя лекция она была значительной частью посвящена как раз вопросу каким образом формировался класс класс буржуазии как мы видим класс буржуазии прошел в историческом смысле да если говорить о странах Европы да и в России то же самое происходило класс буржуазии формировался проходя определенные этапы своего развития формировался он как вы понимаете в недрах феодального государства при этом они этот класс не обладал полностью полным контролем над своей собственностью одной из причин вернее сказать даже не одной из причин а главной причиной буржуазных революций явилась необходимость защиты частной собственности капиталистической собственности потому что в условиях господства феодалов эта собственность в любой момент могла быть экспроприирована могла быть отнята у буржуазии соответственно для того чтобы защитить свои экономические интересы вот необходимо было завоевать политическое господство низвергнуть класс буржуазии класс феодалов то есть наличие правящего класса феодалов оно не мешало формироваться классу буржуазии значит при этом мы знаем что пережитки феодальной собственности они сохранялись также и при капитализме капитализме что же касается собственности то не всегда собственность частная собственность проявляет себя именно как частная и это хотелось бы ту цитату привести надеюсь что я найду быстро как раз к вопросу на этот к ответу на этот вопрос значит что что произошло что произошло значит в после политической контрреволюции общественная собственность перешла в руки совокупного буржуа становящегося класса капиталист но в отношении общества в целом это общегосударственная собственность ставшая частной выступала в целом в качестве общественной собственности а именно сохранялось мощное единое государство развитая социальная сфера поддерживая общественное образование здравоохранения примеры подобного рода явления мы находим в истории Маркс мы обращаемся к Марксу не Гегелю Гегель нас интересует в плане критики которые он подвергался со стороны Маркса что пишет Маркс впрочем у римлян как у древних классических народов вообще частная собственность в целом проявляет себя по отношению к толпе в качестве общественной собственности либо как в хорошие времена в виде затрат на поддержание внешнего блеска республики или в виде учреждений имеющих характер роскоши служащих всеобщему благу и так далее таким образом мы видим проявление частной собственности совокупного буржуа в качестве общественной собственности видимости хотя на самом деле она уже не была вполне общественной потому что собственность это отношение к средствам производства как к своим надо констатировать что после 61 года особенности после экономически проведенных экономических реформ как своими распоряжалась не общество в целом средствами производства а распоряжалась определенная узкая группа лиц которая в дальнейшем брала себе да она присвоила прибыль себе брала речь не идет о прибыли в данном случае для того чтобы получать полностью прибыль она проделала в дальнейшем большую работу для того чтобы значит все что мы все все что есть является результатом становления вот мы говорим о том что после политической контрреволюции появился совокупный буржуа это не это не абстракция это идеология появилась это определенная идеология а самое главное это определенное направление государственной политики ну соответственно которое в дальнейшем привело к реставрации капитализма мы говорим о том что это не случилось одномоментно там в середине 80-х годов это не случилось одномоментно в 90-х годах потому что невозможно было провести вот такого рода законы невозможно было восстановить частную собственность буржуаз буржуазная буржуазная да она еще не вошла в существование но она была вот здесь была в головах у людей идеологически идеологически и экономически так это все вопросы пока присаживайтесь есть записавшиеся на выступление первые пожалуйста я задал ряд вопросов четыре и получил либо такие расслывчатые либо противоречивые ответы поясню про империализм докладчик сказал что это никакая не стадия почему не стадия работа леди называется империализм последняя высшая стадия капитализма докладчик не считает это стадия речь идет конкретно о стране стадия какая капитализма в России империализм или нет не стал докладчик отвечать на этот вопрос перед этим они утверждали что империализма в России нет потому что нет банков значит нет одного из признаков империализма поэтому никакой не империализм а раз нет банков значит не может быть и фашизма и канонно-социалистической И революции у нас нет, и это все еще в перспективе. А пока что мы должны делать? Мы должны, видимо, бороться за то, чтобы рабочий класс существовал, а он не может существовать без буржуазии, поэтому мы должны поддерживать отечественного производителя. Вот буржуазная политика. Мы говорим, что империализм, и банки есть, все есть, все настоящее. И экономические предпосылки, социалистические революции, они есть, они на лесу. Все, осталось только политические предпосылки. А как они возникают? Они возникают только от рабочей политики, от агитации, от пропаганды, от установок. Это наша перспектива. Революционное преобразование, мы можем это сделать прямо здесь и сейчас. Начнем это делать, да? Готовиться к этому, идти в этом направлении. Вот это доктрина, что в 61-м году буржуазия взяла власть. Товарищ запутался даже. Если в 61-м году она взяла власть, буржуазия, почему мы в 71-м году были ближе к социализму, вот он запутался, чем Китай, где в буржуазия власть не взяла, потому что там у них в программе диктатура пролетариата написано. То есть, какая-то несуразница получается. Власть взяла, но социализм встроен, ближе. Здесь, чему вот это все идеологически они подводят? И зачем они этот тезис выдвинули? Вот их посмотреть, у нас была советская социалистическая революция, да? Почему-то социалистическое они хотят убрать и педалируют, что советская революция. Советская революция. Революция в 61-м году. Это называют они ленинизмом, вот эти товарищи. И банков настоящих нет. И в принципе, вся политика вот этой РПР, она направлена на поддержку штанов действующей власти. Ну, в количественном итоге. И на выборах президента ходить не надо. А те, которых выдвигают, давайте будем этого хвалить Путина, как Попов делал, или Сурайкина. Конституция, да, Конституция хорошая, поправки хорошие. Давайте поддержим эти поправки и прочее, и прочее. Это политика. Политика в поддержку отечественного предпринимателя. Вот позиция РПР. Она развращает рабочих. И все эти доктрины там каких-то, стоимости рабочей силы, 250 тысяч. Ну, что это такое вообще? То есть здесь надо, мне кажется, правильно Михаил Васильевич говорит, прежде чем объединяться, надо размежеваться. Да, вот мы размежевались. И вот те разногласия, которые между нами есть, давайте вот выясним перед лицом сознательных рабочих, перед вами. Вот наши разногласия. Вот давайте их выяснять, кто из нас прав. Спасибо. Спасибо. Товарищ Смирянец, пожалуйста, вы просили две минуты, они в вашем распоряжении. Произвучало, что рабочее движение и рабочий класс как бы достаточно настрадается от капитализма, и тогда станет способен на то, чтобы изменить свою судьбу. Суть контрреволюции, происшедшей в СССР, была в возвращении частной собственности в 93-м году. Странно слышать, что был класс буржуазии действительно до этого, что предпосылки, возревания, всякие там корни были уже. Капитализм появился только с юридического права оформления частной собственности. И результаты ее воцарения наглядны и осознаются всем народом очень остро. Частная собственность, причина того, что с 20% промышленного производства и 9% России мы переместились на 2%, в том, что от уровня благополучия перешли на уровень прожиточного минимума, в том, что в программу национального развития заложено уменьшение продолжительности жизни 73-х лет до 70-ти, в том, что смертность гигантская в стране, в том, что разрушена сама страна и производство, и сельское хозяйство, в том, что уничтожены 80% предприятий и 35 тысяч колхозов, и в два раза сократилось количество больниц. И здесь все завершает коронавирус, который должен оправдать наличие гигантского сектора нищеты и голода, возвращившегося в страну, и приближением. Тут очень важно сказать, потому что рабочая коммунистическая партия почему-то берет сторону этой странной теории, которая, конечно же, является еще одним наступлением на не только рабочий класс, но и народ капитализма, частной собственности. Это коммерческий рыночный проект, и приближаются законы о выселении людей из квартир, принят уже закон, о перемещении их в места временного проживания. Анна Юрьевна Попова комментирует, какими будут эти места временного проживания, подобные концлагерю с освобождением гигантского количества квартир. О массовых захоронениях принят закон 13 сентября. Регламент разработан в ответ на возникновение неких чрезвычайных ситуаций, а они связаны с коронавирусом. То есть до какой степени доходит частная собственность в современной действительности? И думать, что пролетариат и рабочий класс вообще все общество этого не чувствует, еще и не понимает, это не отвечает реалиям. Действительно, дело за политическими партиями. И действительно, политические партии, которые не... А, как можно продемонстрировать протест против частной собственности, который и собственный должен был быть продемонстрирован еще 30 лет тому назад, в 1993 году и далее, ничего это не препятствовало, даже был принят. Конечно же, всеобщая политическая стачка. Конечно же, прекращение работы с частной собственностью впрямую демонстрирует то, что рабочие чувствуют и считают, что они вправе обойтись без частной собственности и могут вполне. Еще бы, 30-летний опыт всего недавнего прошлого. И если под это будет подготовлено, она подготовлена в политических партиях, программа, команда, собственно, как существует политическая партия, как команда, которая готова взять в свои руки власть и берет на себя ответственность за будущее страны, настоящее. Если все это вместе производится, вместе с договоренностью военных сил, которые уже успели разочароваться в своей непротивленческой позиции, в измене прямой, то это вполне реально. И действительно, не надо дожидаться, каких еще мучений от частной собственности надо дожидаться, чтобы возвратить свою социалистическую и советскую действительность без частной собственности. Слушайте, пожалуйста, вам заключительное слово. Уважаемые товарищи, дискуссия, которая развернулась, она, в общем-то, показывает о том, что тема, которую мы сегодня обсуждаем, она актуальна. Это тема, которая, несмотря на то, что вроде как все мы марксисты, все мы изучали теорию и имеем практику политической борьбы, но тем не менее возникают определенного рода разногласия. Эти разногласия отчасти носят принципиальный характер, отчасти характер недоразумения, на мой взгляд. Я бы хотел отметить следующее. Отвечая на вопрос по империализму, я сказал о том, что империализм – это стадия капитализма во всем мире. Это стадия, на которой находится капитализм во всем мире, а значит, и в нашей стране. Вопрос не был сформулирован таким образом, является ли Россия империалистической страной. Но, видимо, для спрашивающего, для уважаемого товарища Маленцова, это одно и то же. Видимо, не различает империализм как стадию капитализма и империалистическую страну, или страну, которую угнетает империалистическая держава. Я напомню, что империализм был еще в конце 19-го, в начале 20-го века, а вот Россия была слабым звеном в империалистической системе. Как вы понимаете, да? Слабым звеном в системе империализма Россия является и сейчас. Потому что, фактически, после того, как выреставрировали капитализм, после того, как встроились в мировую систему капитализма, мы оказались в том же положении, в каком была Россия в начале 20-го века. То есть, это источник сырья и дешевой рабочей силы для империалистических стран. Что же касается банков, этот вопрос достаточно подробно освещал Виктор Иванович в своих лекциях. На нем я не буду останавливаться. Замечу только, что для возникновения фашизма совершенно необязательно иметь собственные банки и собственный финансовый капитал в своей стране. Достаточно, чтобы где-то в мире были банки и был финансовый капитал, который прекрасно организует фашистскую диктатуру в любой стране мира, где-то, которая не сможет дать отпор вот таким поползновениям. Поэтому, да, угроза фашизма при капитализме есть всегда. И это отрицать нельзя. Есть угроза и внутренняя в том числе, в этом нет сомнений. Другое дело, насколько она реальна в данное время. Мы считаем, что в настоящий момент со стороны отечественного капитала, который еще, так сказать, формируется как финансовый, но, скорее всего, ему и не дадут достичь стадии финансового капитала, больше присутствует угроза со стороны финансового капитала Соединенных Штатов Америки. Что же касается близости к построению полного коммунизма, Ленин говорил о том, что это дело очень долгое. Поэтому, если мы возьмем в целом историческую шкалу, то, в общем, с точки зрения истории, наверное, мы близко с Китаем находимся. Если мы будем рассматривать ближайшее столетие, и, так сказать, возьмем масштаб поменьше, то, конечно, в 1971 году мы находились ближе к полному коммунизму, чем Китай. Потому что вопросы политические, вопросы политического переворота, политической революции и политической контрреволюции, они решаются значительно проще, чем вопросы экономические. Политический переворот, мы видим это, он осуществляется, в общем-то, достаточно быстро и легко. А вот изменения в экономике, они требуют длительного времени, они требуют усилий, они требуют большой работы. И единое народное хозяйство, производство, которое работало как единая фабрика, большая, пускай и под руководством совокупного буржуа, тем не менее достаточно было развернуть политический курс в сторону коммунизма, для того, чтобы вся эта фабрика заработала на благо народа, и вместо того, чтобы прийти к реставрации капитализма, мы бы, конечно, двинулись вперед в сторону коммунизма. Поэтому силой они обладали, скажем так, силой идеологии, они обладали административным ресурсом, но не обладали такими материальными средствами, какими обладают сейчас. А самое главное, все-таки люди в нашей стране были свободны, чего нельзя сказать сейчас. И последнее. Конечно, то, что вы говорите по поводу политической стачки, это все правильно. Но это определенная стадия, до которой российский рабочий класс еще должен дойти. Мы знаем, что борьба начинается на заводах и фабриках. Борьба начинается сначала с каждым капиталистом в отдельности. Рабочие начинают борьбу за зарплату, прежде всего, за условия труда, за сокращение рабочего времени. Потом эта борьба распространяется на всех рабочих определенной отрасли, в определенном регионе. Потом охватывает несколько регионов. Потом она охватывает всю страну. Соответственно, на этом этапе рабочий класс формирует могучую революционную партию. И на этом этапе можно уже говорить о проведении каких-то политических стачек и о завоевании политической власти. Но пока не пройдены вот эти этапы, говорить о том, что можно просто призвав рабочих выйти на политическую стачку, добиться успеха, это фантазерство, это манилощина чистой воды. Необходимость проведения экономической борьбы, необходимость одержать пусть небольшую, пусть временную победу над тем капиталистом, который непосредственно тебя угнетает, никто не отменял. И пока рабочие не начнут и не научатся бороться на своих предприятиях, говорить о том, что они смогут победить капиталистическое государство в целом не приходится. Поэтому мы должны идти на предприятие и работать с людьми на заводах и фабриках. Спасибо, да? Спасибо, да? Спасибо, да? Лекция у нас, занятие закончилось. Следующее занятие у нас будет 2 декабря. Тема занятия «Политическая оценка КПРФ». Пексу читает Первый секретарь ЦК Рудфронта Виктор Аркадьевич Тюркин. Значит, встречаемся в следующий четверг. Спасибо.